Хочу поприветствовать всех на занятии по учебному предмету черчения и пожелать хорошего дня. Вы уже познакомились с линиями чертежа с чертежными шрифтами. Сегодня мы познакомимся с основными правилами нанесения размеров на чертеже. План нашего занятия следующий. Сначала давайте вспомним. Затем мы с вами узнаем о компоновке чертежа, нанесении размеров на чертежах деталей. Рубрика «Давайте вспомним». Первый вопрос. Как определяется и обозначается размер шрифта? Второй вопрос. Назовите, какой марки используют карандаш для начертания букв и цифр чертежного шрифта? Следующий вопрос. Укажите, как определить толщину линии шрифта? И последний вопрос. Чему равна высота цифр? Поставьте видеоролик на паузу и устно ответьте на вопросы. Начинаем знакомство с темой компоновка чертежа. Вы узнаете, что называется компоновка чертежа, как на формате представить равновесное расположение всех элементов чертежа. Вы научитесь гармонично выполнять компоновку отдельных элементов изображения, в выбранном масштабе, на определенном формате. Познакомимся более подробно с компоновкой чертежа. Мы воспринимаем изображение предмета не изолированно, а вместе с листом, на котором оно расположено. То между величинами изображения и листом бумаги должна существовать определенная пропорциональная зависимость, то есть композиционная равновесие. Одной из основ компоновки является принцип равновесия изображений с листом, на котором они расположены. Изображения на чертеже должны быть расположены таким образом, чтобы была возможность правильно нанести размеры и выполнить необходимые надпись. Продолжаем знакомство с компоновкой чертежа. Рассмотрите представленные графические изображения. Когда вы впервые начинаете выполнять чертеж, может возникнуть проблема размещения чертежа на площади листа бумаги. В итоге чертеж либо не помещается в отведенном ему поле, либо занимается только его часть. Чтобы избежать этих ошибок, необходимо выполнить компоновку чертежа. То есть разместить изображение, размеры и надписи на поле чертежа внутри рамки. Первые два графических изображения компоновки чертежа выполнены неверно. Третье изображение. Мы видим улыбку. Выполнено правильно. Далее вы узнаете, почему именно третье графическое изображение выполнено правильно. Более подробно познакомимся с компоновкой чертежа. Давайте рассмотрим рисунок 22 компоновка чертежа. Простейший способ достижения равновесия на чертеже. Это равномерное распределение изображений. По возможности они должны уравновешивать формат листа. То есть располагаться на нем равномерно, без концентрации, в одном месте. Приступая к компоновке чертежа, целесообразно предварительно нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники, соответствующие габаритным размерам будущих изображений. А, Б и С, как показано на рисунке 22. И после уточнения их расположения, вписать в них изображение деталей, нанести размер. При правильной компоновке чертежа, габаритные прямоугольники изображения должны отстоять от линии рамки справа и слева на одинаковом расстоянии М. Посмотрите на рисунок 22. Сверху от рамки и снизу, также на одинаковом расстоянии М. Поэтому графическое изображение с улыбкой выполнено верно. Вы познакомились с компоновкой чертежа. Сейчас мы приступим к знакомству с основными правилами нанесения размера. Вы узнаете, для чего необходимо наносить размеры на чертежах деталей. Каковы правила их нанесения. Вы научитесь рационально наносить размеры на чертежах деталей. Начинаем знакомство с основными правилами нанесения размеров. Давайте рассмотрим рисунки. Размеры бывают линейные. Указывают их в миллиметрах. Длина, ширина, толщина, высота, радиус, диаметр. И угловые в градусах. Это размеры углов. Для того, чтобы наиболее точно и качественно изготовить изделие или деталь, на чертеже проставляют, то есть наносят размеры. Нанесение размеров на чертежах является очень ответственной операцией. Так как это существенно влияет на легкость чтения чертежа. И качество выполнения изделия на производстве. Размеры на чертежах наносят по определенным правилам. Эти правила установлены ГОСТом. С названием нанесение размеров. Давайте познакомимся с термином размер и запишем его в тетрадь. Размер – это числовое значение линейной величины, диаметра, длины, выбранных в единицах измерения. Помните, общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным. Посмотрите на рисунок. Но достаточно для изготовления и контроля изделия. Продолжаем знакомство с основными правилами нанесения размеров. Рассмотрите рисунок 29. Процесс нанесения размеров складывается из двух этапов. Проведение выносных и размерных линий и написание размерных чисел. Запомните, границы измерения размеров указывают выносными и размерными линиями, линиями-выносками. Линии наносят с помощью тонких сплошных линий. Выносную линию наносят перпендикулярно отрезку контура изображения, размер которого измеряют. Найдите букву А, указанную стрелкой. Продолжаем знакомиться с основными правилами нанесения размеров. Давайте вспомним, что процесс нанесения размеров складывается из двух этапов. Проведение выносных и размерных линий и написание размерных чисел. Внимательно будем рассматривать рисунок 29. Размерную линию проводят параллельно отрезку, размер которого определяют. Найдите, куда указывает стрелка. Размерная линия с обеих сторон ограничена стрелками. Найдите снова, куда указывает стрелка. Начертите изображение стрелки на чертеже в своей тетради. Продолжаем знакомство с основными правилами нанесения размеров. Если длина размерной линии небольшая и стрелки не помещаются между выносными линиями, их наносят с внешней стороны от выносных линий. Найдите, куда указывает направление стрелки. Выносная линия должна выходить за стрелку на 1,5-2 мм. Найдите, куда указывает направление стрелки. Запомните, минимальное расстояние между размерной линией и измеряемым отрезком 10 мм. Между параллельными размерными линиями 7 мм. Посмотрите, куда указывает направление стрелки. Продолжаем далее знакомиться с основными правилами нанесения размера. Запомните, размерные числа наносят над размерной линией, ближе к середине, на расстоянии 0,5-1 мм от нее. Размер шрифта для размерного числа 3,5 мм. Посмотрите, куда указывает направление стрелки. При изображении детали в одной проекции указывает ее толщину. Найдите, куда указывает направление стрелки. Если на чертеже несколько параллельных размерных линий, запомните, то размерные числа наносят в шахматном порядке. Посмотрите, куда указывает направление стрелки. Продолжим знакомство с основными правилами нанесения размера. Величину диаметра окружности показывают размерные линии, проведенные через центр окружности. Стрелки размерной линии упираются в окружность с внутренней или наружной стороны. Размеры повторяющихся одинаковых окружностей наносят один раз с указанием их количества. Посмотрите, куда указывает направление стрелки. Два отверстия диаметром 10 мм. Рассмотрите рисунок 29. Каждый предмет имеет габаритные наибольшие размеры. Длину, высоту и ширину. Допустим, толщину. Габаритные размеры всегда больше других. Поэтому на чертеже их располагают дальше от изображений, чем остальные. Найдите габаритные размеры детали на рисунке 29. Правильный ответ 64 на 38. Посмотрите, куда указывают направление стрелок. Вы познакомились с основными правилами нанесения размеров. А теперь необходимо выполнить задание. Но вначале внимательно прочтите страницу 31 параграфа 7. Поставьте видеоролик на паузу. Дополните пустые клетки устно нужными словами. Внимательно прочтите каждое предложение. Варианты ответа предлагаются. Вам необходимо выбрать нужный вариант ответа. Вы познакомились с основными правилами нанесения размеров. Выполнили задание. А теперь давайте проверим вместе. Посмотрите, куда указывают направление стрелок. По возможности размерные линии, правильный ответ – размерные, должны располагаться вне контура изображений. Необходимо избегать пересечения правильный ответ размерных и выносных линий. Следующий правильный ответ – размерные числа. При вертикально расположенной размерные линии пишутся слева от нее правильный ответ снизу вверх. Они не должны касаться размерной линии или правильный ответ – пересекать ее. Каждый размер наносит на чертеже один. Правильный ответ – раз. И как можно ближе к тому элементу, величину которого он определяет. Линейные правильный ответ – размеры указывают в миллиметрах. Без указания единиц измерения. Правильный ответ – в миллиметрах. Сейчас мы с вами познакомимся с использованием условностей и упрощений при нанесении размеров. Для обозначения окружности пользуются специальным знаком диаметра, который проставляется перед размерным числом. Давайте рассмотрим рисунок. Знак диаметра представлен в виде маленькой окружности. Размером 3,5 миллиметра. Через которых проведена линия под углом 60 градусов. Высота знака диаметра – 5 миллиметров. Размерное число, которое ставится после знака диаметра, должно быть такой же высоты – 5 миллиметров. А теперь выполните задание. Внимательно рассмотрите рисунок. Начертите окружность диаметром 40 миллиметров. Нанесите обозначение диаметра. Помните, построение окружности начинаем выполнять с проведения осевых линий. Продолжим знакомство с условностями и упрощениями при нанесении размеров. Выполните задание 2. Самостоятельно прочтите страницу 32, параграфа 7. Поставьте видеоролик на паузу. Выполните построение предложенных окружностей малых диаметров. Нанесите размеры. При построении можно использовать трафареты данных диаметров. Вы выполнили построение окружности малых диаметров. Нанесли размеры. А теперь давайте повторим и проверим вместе. Если диаметр окружности менее 40 миллиметров, но более 12 миллиметров, то стрелки и размерные числа можно наносить вне окружности. Рисунок 1. Рисунок 2. Если диаметр менее 12 миллиметров окружности, то размерные числа и стрелки наносят вне окружности. Рисунок 3. Если необходимо указать несколько диаметров из одного центра, то размерные линии располагают по диагонали через центр окружности. Либо обрыв размерной линии делают дальше центра окружности. Я думаю, что у вас все получилось. И вы запомнили, как правильно нанести размеры, если окружности имеют разные диаметры. От маленькой до большой. Познакомимся с обозначением дуг окружности. Рассмотрите представленные графические изображения дуг окружности. Для обозначения окружности пользуются специальным знаком радиуса R. Он наносится так же, как и диаметр. Перед размерным числом. Размерную линию проводят по направлению к центру дуги. И ограничивают одной стрелкой, упирающейся в дугу. Вам необходимо прочитать задание 3. Выполните построение предложенных дуг окружности разных радиусов. Нанесите размеры. Выполнив первый пункт задания 3, ответьте на вопрос 2 этого же задания. Рассмотрите условное обозначение и ответьте, что оно обозначает на чертеже. Поставьте видеоролик на паузу и выполните задание 3. Давайте рассмотрим задание 4. Самостоятельно прочтите страницу 33, параграфа 7 и познакомьтесь с обозначением угловых размеров. Сейчас внимательно прочитайте первый пункт задания 4. Необходимо выполнить построение углов разных размеров и нанести их обозначение. Затем приступите к выполнению второго пункта задания 4. Рассмотрите условное обозначение и ответьте, что оно обозначает на чертеже. Поставьте видеоролик на паузу и приступите к выполнению задания 4. Вы выполнили построение углов разной величины, нанесли обозначение угловых размеров. А теперь давайте проверим. Угловые размеры наносят с помощью дуги, ограниченной стрелками. Если угол большой величины больше 90 градусов, на дугу приблизительно посередине указывают его величину в градусах, минутах и секундах. Если угол небольшого размера меньше 90 градусов, то используют выносную линию и указывают величину угла. Давайте проверим, как вы выполнили задания 3 и 4, ответив на вопрос 2. Рассмотрите условные обозначения и ответьте, что они обозначают. Первое условное обозначение – это знак квадрата. Второе условное обозначение – знак сфера. Знак квадрата и знак сферы всегда указывают перед размерным числом. Запомните, пожалуйста, это знак квадрата и знак сферы. Это условное обозначение. Их указывают перед размерным числом. Последовательность нанесения размеров. Рассмотрите рисунок 32. Нанесите размеры самостоятельно. Запомните, сначала наносятся размеры мелких элементов чертежа, выступов, окружности, затем крупных. Завершает нанесение размеров габаритные размеры – длина, высота, ширина деталей. Еще раз внимательно рассмотрите рисунок 32. Определите габаритные размеры деталей. Выполните компоновку чертежа. Начертите в рабочей тетради деталь. Нанесите размеры. Поставьте видеоролик на паузу и приступайте к выполнению задания. Наше занятие подошло к завершению. Мое настроение на окончание урока хорошее. Мне понравилось с вами работать. Выберите, пожалуйста, любой из трех представленных кружочков разного цвета. Если вы выбрали зеленый, значит все замечательно. Я доволен. Если ваш взгляд задержался на желтый, все хорошо, но у меня не все получилось. Если вы выбрали красный, я недоволен, мне не понравилось. Ребята, я надеюсь, что я недоволен, мне не понравилось. Было немного. Спасибо вам за работу. Спасибо. 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 Спасибо.